Смешно-то. Ну тихо, ты чё? Человеку смеяться надо в меру. Ибо Писание говорит горе смеющимся ныне. Ибо вас плащите, возрыдаете о бедствиях, грядущих на всю Вселенную. Если вы считали, когда Слово Божие... Я сейчас христианство приму. Что? Я сейчас христианство приму. Ну поближе к этому, к микрофону, далёко. Чё, мусульманин, что ли? Мусульманин, да? Значит, вам нужно это считать. Ну и... О Боге, о вечности. Чтобы люди задумались, для чего они живут. Я сегодня, наверное, 90-й день уже нахожусь здесь. Человек 50 нашли, которые слушают, желают. У нас очень большие ресурсы, они заходят на них. Большой канал, видеоканал. Вот эти Библии называются. Наш личный видеоканал. У нас там 15 550 роликов. Понимаете, что это? Это означает охвата всей сферы. Вы далёко от микрофона не отходите, а то плохо слышу. Дела зависят от того, в нашем сердце есть эти законы или нет. Это место блудилища. Содом и Гаморра. Половина голая валяется. Процентов 80 мусульманий. И хвалятся телом. Телом своём. Жирные мужики все едят и пьют. Тут, я говорю, могильным щервём корм приготовили. Теперь на выставку выставили. Разлагающееся. А ты, Бать, откуда? Я ниоткуда. Тут и сижу с утра. Не, понятно. Не, а с какого города-то? Да не из какого на своём месте. Вы, наверное, хотите спросить, где я сейчас нахожусь. Вопрос правильно ставьте. Город Барнаула, Тайский край. Мы строим с нуля православную деревню. А я с республики Коми. Республика Коми. Вон где, далёко. Вот так. Мы свидетельствуем, что ни один привободей, ни пьяница, ни наркоман в царство Божие не войдёт, а будет вечно в огне с дьяволом мучиться. Жизни-то никакой нету. Целыми днями лежат мужики голые. Сидят как на вахте, выглядывают. Ужас какой. Да не говори, Бать, не говори. У тебя как здоровье? А здоровье с Богом. Вот мне 80 лет будет через 4 дня. А из... И Господь благословил. Господь благословил, без одной таблетки прожил. Вообще это хорошо. А сейчас едят, что не надо. Вот у меня мяса в рационе нету совсем. У нас отец с войны пришёл, руки нету. И 10 ребятишек. Бедность ужасная была. И жили все здоровые, ни одного больного нет. И всегда была какая-то радость. Мы никогда не слышали, чтобы родители власти ругали. Тут виноват там Брежнев, Хрущёв. Просто надо работать. Верно, верно, верно. У нас огромные ресурсы. Сайт. Там 38 томов моих книг. Наши миссионерские поездки от Владивостока до Лиссабона. Прошли мы Прибалтику и Скандинавию и Турцию. Я в каждую библиотеку 650 городов подарил книги. Значит, 35 миллионов. Вам интересно. И всё заснято. Все наши выступления на стадионах, библиотеках, в домах культуры. Зарядите. Игнатий Лапкин. В скайпе. Я все ресурсы могу сразу скинуть. Всё, с Богом. На выставку выставил тело. И могильным червям корм. Мне просто жарко, короче. И теперь уже в кровати почти сплетал. Половина голые мужики. Ждут, когда какая-то появится вонючая баба. Да нет. Кого нет, ты кого обманываешь. Эта рулетка создана для блуда. Андрей Терновский, мальчишка, 17-летний, создал. Я говорю, одни двойки были. Я не знал, как экзамен сдавать. А то он придумал вот это. И сразу миллионером стал и в Америку уехал. А люди-то теперь беснуются. Регистрации не надо. С женой не надо регистрацию. Всё бесплатно. День и ночь в вагине сиди. Каждому по четыре пениса даётся. Тут там будут какие-то жирные преподавления. Нет, по крайней мере. Надо Бога искать. Считать его святое откровение. А если люди не знают Бога, они даже не знают, что будут в аду мучиться за такие дела. Сидятся, выкупляются, лежат. Анонизмом занимаются непрерывно. Куда не пойди. Вот вы голые. Зачем голые? Не надо говорить, что жарко. Это внутренняя похоть. Горит и человеку жарко. И всё время пьют и едят тут прям в экране. Я одновременно вёл занятия в пяти университетах. Двухчасовые были, без перерыва. И никогда не позволял бутылку поставить воды. Это стыдно. Придюми я бы хлюпал носом. Но нельзя это делать. Но бутылку воды, например, вы если не ступаете... Вы зайдите на наш YouTube-канал. Вы там найдёте ответы все. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Найдите. А если нужно будет побеседовать, по скайпу зайдите. Игнатий Лапкин. Вы меня найдёте. Я вам все ресурсы скину. И наш сайт, форум, мой мир. Вы везде зайдёте. Так что у вас сегодня день не будет напрасным. Это может быть вехой для всей вашей жизни. Вопросы? Ну вот вы говорите, что без футболки это что-то такое. Но я сижу дома, например, без футболки. Почему я не могу сидеть дома? Я на пляж, типа могу на море, без футболки. И дома так же без футболки. Я ничего не пойму, не пойму. Вы невнятно говорите. Поближе к экрану, к микрофону. Говорите вот насчёт без футболки. Это вульгарно. Но, во-первых, я парень. И я на море так же могу без футболки. И так далее. И сейчас я нахожусь дома. И тут ничего такого нет. Я ничего не показываю. Если бы вы были один. Но если здесь миллион их и голые все, это означает, что туда и пришли за этим. Не у всех жарко. Лежат в постели, имитируют постель, трясётся. Но у меня же не трясётся. У вас нету вы... Ну, не вы это. Я не про другого говорю. Ну, голому зачем быть перед народом являться? Ты застегнись так, чтобы все пуговки были застёгнутые. Чтобы видно было, что собрано. А я пришёл голый. Берите меня. У меня ничего, кроме письки нету. Так же нельзя. Я начальник детского лагеря. Был 45 лет. Я людей не просто знаю. В пяти университетах вёл занятия сколько лет. С тюрьмой работал 18 лет. Мне известны все слои населения. Я знаю, как поворачиваются люди. Бога надо искать. Верующий никогда не выйдет голый. Вот так. Другое дело, из бани вышел там до дома дойти. Это другой разговор. У вас микрофон почему-то бывает. Некоторые слова это тухнут. Ну, так нормально? Да, да, да. Я уменьшил здесь звук. Я понял. Ну, насчёт Бога искать и так далее. Возможно, вы правы. Но вы сейчас же пропагандируете это. Это же тоже неправильно. Вы молились сегодня утром? Сали когда? Нет. Вечером молились, ложились спать? Я не говорю, что я верю. Я сейчас спрошу несколько вопросов. Не надо, я ничего другого не спрашиваю. Я спрашиваю обыденное. Садясь за стол и выходя из-за стола. Вы молитесь? Нет. Ну, вот поэтому в голове такой ветер. Ты за всё благодари Бога, который дал землю, солнце, воздух, пищу. Сотворил меня такого прекрасного. Жилы натянутые, глаза, уши. Ты весь будешь светиться благодарностью Творцу, Создателю. А не так. А я не верующий. А не верующий это чем? Клоп. Таракан. Но вы сейчас мне навязываете свою точку зрения и говорите, что я такой плохой простый из-за того, что я не верю. Но вы же не знаете, что у меня в голове. И вы говорите мне, что я не верю. Вы не к себе обречаете. Я вообще говорю. Я зачем буду знать. Я вам говорю, что верующие так не делают. Вот мы строим православную деревню. В России погублено 21 тысяча поселений. Погублены полностью. И мы первые зарегистрировались. И всё своими руками. Ни рубля от государства за 28 лет. Я начальник детского лагеря. 45 лет. Ни рубля от государства. Тысячи дней подняли. Начинайте работать. А почему? Бог благословил. Благодать дана. Трудись. Найди, накорми, сохрани. Ни одного больного в лагере не было. Ни одного отравленного, ни одного тонувшего. Ну, это ваша точка зрения. Это не кочка зрения. Это жизнь, которая описана в Евангелии. Протяни руку утопающим. Я вот 90-й день, наверное, нахожусь в рулетке. Примерно 50 человек нашлось, которые желают слушать. Нет, смотрите. Вы говорите, что тут Бог связан. Протянуть руку, помочь кому-то. Причем тут Бог? Это моя мораль. Да это не мораль. Мораль – это морать друг друга только. Мораль, мораль. Какая мораль может быть? Дитлер, Ленин. Все рождаются детьми. В церковь ходили, а превратились в каких-то монстров. Потеряли веру в Бога. Все, ничего нет. Как это связано с Богом? Очень просто. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Господь Христос говорит, без меня не можешь и делать ничего. Дальше. Псалом. Три тысячи лет назад. 13,52. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. А спаривать не надо. 98% лауреатов Нобелевской премии верующие. Повторяю. Вот в мире сейчас христиан 2 миллиарда 20 миллионов. Мусульман 2 миллиарда. Которые живому Богу молятся. Индусов почти 2 миллиарда. И поэтому неверующих, которые вообще примерно на 8%. Но на них падает 98% всех преступлений. Что доказывать-то? Как Достоевского? Если Бога нет, все позволено. Преступление, наказание. Там Иван Карамазов, когда говорит перед царством Зосимой. Есть законы и внутренние какие-то барьеры. Вот вы говорите, все дозволено Бог. Но я же, например, осознанно понимаю какие-то законы, например, наши в стране. Во-первых. Второе. У меня есть свои внутренние какие-то законы. Но я понимаю и сам, что не надо убивать людей. Я понимаю сам то, что не надо что-то делать такое. И помогать насчет людей, помочь кому-то. Но я не связываю это просто с Богом. Я это могу сам сделать. Не можете. Христос сказал, не можете, а я могу. Апостол Павел говорит, доброе, которое я хочу, не делаю. Злое, которое я ненавижу, делаю. Это плоть человеческая. Она обладает силой притяжения к греху. Вот вы заметите, маленький есть такой лорь. Сейчас есть ролик небольшой. Называется «Интервью с дьяволом». Запомните. И он отвечает все правильно. Как человек чуть-чуть от истины отклонился, он уже мой. Я предлагаю истину и ложь. Он предлагает сатана. А что он может? Он лжец и отец лжи. Евангелие от Яна 8.44. Это вы сейчас так говорите. Сейчас говорите. Ну, в трудной обстановке от вас ничего не останется. Ну, вы же не знаете, опять же. Знать не надо. У меня за плечами пять тюрем и лагерь. И на моих глазах тут убивают людей. Ко мне чемпионы жмутся. Отец, можно рядом стоять с вами. Потому что меня КГБ московское арестовало, но и не давало пальцем прикасаться. А вокруг все это валяются, разбивают. Это вы здесь, около мамки. А сколько разводов сегодня? Крупская говорила, 17% разводов террая национальная катастрофа. А сегодня под 85% подходит. За время перестройки в России уничтожено в утробе матери 120 миллионов. У каждой совесть. Вы сейчас можете разговаривать, чтобы совсем не материться, плохие слова не говорить? Чтобы этого не было. Мы пришли сюда, я, наверное, 90-й день нахожусь, чтобы людям возвестить слово истины, божественной. Чтобы люди жили для Бога. А здесь одно блудилище, Содом и Гоморру устроили. Половина, примерно, голая. Из них процентов 80 мусульмане. Самое блудливое племя. Слава Христу. Значит, надо жить по этому закону, который дал умерший за нас Христос. Нет, Дев. Ты можешь сейчас отправиться? Вы далек от микрофона, ничего не слышно. Ой, извини, пожалуйста, поближе подойдем. Так. А тут 80 лет твои, не слышишь ничего. Сейчас я... Говорите. Мусульман убивать надо. Не надо убивать. Подожди, пускай доживут до вечера. Так, понимаете. Вот если бы кто послушал, сказал бы, не может быть, чтобы человек так отвечал. Речь вот о жизни вечной, а нет времени. А временное здесь, все в червям пойдем. Тут я забочу, жена, дети. И жена и дети умрут, корм червям могильным. Что непонятно-то? Надо думать о вечности. Где мы окажемся? Вы читали Библию. Если вы редко считаете, вы ее совсем не знаете. Сколько Евангелий там? Я плохо Библию знаю. Сколько книг в Новом Завете? Три. Три. А их двадцать семь. Понимаете? В девять раз ошибся. Так надо считать слово Божие. Молиться. Утром встал, не помолился. Жена непослушная. А ты слушаешься ее подкаблучник. А потому что сам не знаешь, как вести, что дальше. Бритый, две мамы в одном доме. Мне на жену наплевать. Мне самое главное, чтобы дети выросли. Ты должен любить ее, а не плевать. Плевальщик нашелся. Шиук шлемс. Так ты, слушай, зачем бороду бреешь-то? Две мамы в одном доме? А у меня не растет. Она растет, не обманывай. Дьявол есть лжец, отец лжи. Евангелие Тьяна 8,44. Ну вот смотрите, вот вы правильный, я понимаю вас. Вы склоняетесь к Богу. А вот вы знаете, вот вы сидите здесь, а здесь вообще плохие люди сидят. А я не сижу здесь. Вы сразу неверный тон взяли. Я уже 90-й день работаю здесь. Людям проповедуй Евангелие. Сколько людей уже вышло отсюда. Я про это приложение говорю. А вы знаете, кто этот чат-рулетку изобрел? Что? Ну кто? Я спросил, а что вы мне в ответ-то? Я спросил, а вы мне кто? Так не знаешь, я отвечу. Андрей Терновский, школьник, 17-летний двоечник. Он говорит, у меня все двойки были. Экзамены не сдать, я стал думать. И вот это место свалки, гнойная свалка. Блуда самых постыдных страстей. Все собралось здесь. Ни регистрации еще не надо. Процентов 80 мусульмане. Половина здесь раздетая. Не способны слушать. Не, я помню вас, я вас слушал. Для меня не помню. Нет, у вас свет такой, как будто обкуренная. Нет. Вы ошибаетесь. Ошибаетесь, да. А что же раздетая? А я не раздет, это майка. Ну, майка, так майка. Ну, ладно. Для чего я здесь? Чтобы людям возвестить закон Божий. Я помню, я с вами общался. Так вот, мы сегодня, я, наверное, 90-й день уже здесь. Скоро мне не придется здесь быть. Потому что буду находиться там, где связи почти нет. Но мы успели сделать это. Один лоб торчит наполовину. Вылазь оттуда, как черви земляные прячутся от элементов. Чего смеешься-то? Вылезь, поговорим. Кого боишься-то? Собственной тени на стене боишься. Нет, Федор, ты чего? С Клифосовский, наверное. Выйди оттуда, отрок. Безбородый. Отрок. Кто? Вылазь, вылазь потихоньку. Вот. А? Попрятались земляные черви. Да все, мужики раздетые. На выставку выставили корм могильным червям. Голое-то тело-то уйдет в могилу, червь будет грызть. Еще им хвалятся. У них ничего нету, кроме того, что ниже пояса. Да они еще и дрочат тут, блядь, на камеру. Надо говорить о Боге, о вечности, которую Господь каждому даст. Через святое слово. Субтитры сделал DimaTorzok